Всем привет! Сегодня я вам расскажу о книгах, купленных в феврале. И покупки февраля у меня такие с изюминкой лично для меня, потому что, во-первых, несмотря на то, что февраль самый короткий месяц в году, я пока что купила максимальное количество книг в феврале, гораздо больше, чем покупаю в другие месяцы. Возможно, я захотела доказать себе и всем остальным, что как бы ограничение по времени для меня не ограничение, меня ничем не остановить, и я с лихвой за 28 дней сделаю все то, что могла сделать за 60, и куплю книг за 28 дней, сколько могла купить за 60 в том числе. И, во-вторых, покупки февраля у меня скорее подчинены конкретным авторам, я решила накупить их книг. Двое из них, это уже давно мои старые любимые авторы, я решила пополнить их запасы, увидела, что они истощаются, и поняла, что нужно прикупить что-нибудь еще. А двое, это такие новоприобретенные любимцы, мои новые открытия. Кстати, вот чем еще виноват февраль, тем, что он открыл для меня двух замечательнейших авторов, которыми я решила так вот закупиться на будущее. Поэтому, видимо, у меня такие страшные для многих цифры в покупках. Но я не печалюсь, мне только в радость. Такое количество новых книг. Итак, начнем, наверное, как раз с этих авторов, по чьей вине у меня так много купленных. Первый из них, это «Вудхаус». Я в январе-феврале читала «Вудхауса» и обнаружила, что следующая книга по списку, по хронологии в цикле «Оджи в Сейвустре» у меня отсутствует, мне ее нужно купить. Я побежала в интернет-магазин, точнее, побежала, сделала шаг, упала, оказалась у своего компьютера, искала в интернет-магазинах следующие части и, к своему гигантскому удивлению, поняла, что их нету, их раскупили. Я в этом, видимо, вопросе просчиталась, потому что раньше, когда я была очень заинтересована в цикле «Оджи в Сейвустре», его было днем с огнем не сыскать, это была большая редкость. Все, где только появлялись какие-то экземпляры, сразу же разметались, искупались. А потом вот АСТ начала очень активно издавать этот цикл, причем в абсолютно разных сериях, большими тиражами, поэтому я так вот успокоилась, поняла, что все, теперь эти книги есть в свободном доступе, повсюду, можно особо не торопиться и скупать их по мере прочтения. Но не тут-то было. Вот в этой зеленой серии, сейчас я вам ее покажу, вот эту зеленую серию, в которой я начала скупать «Вудхауса», уже не выпускают, точнее ее уже не найти, книги, которые выходили, и новые книги, продолжение серии уже не выходят. Мне кажется, это было хорошее все-таки решение со стороны АСТ, потому что книга отвратительного качества, я не уверена, что вам будет видно, но, в общем, я ее только открыла, она уже начала полностью отделяться от корешка, как это, книжный блок начал отделяться от обложки, по-моему, так это называется, и АСТ, видимо, это тоже осознали, потому что начали выпускать этот цикл в другой серии, и я решила, короче, купить ее всю сразу, все равно я буду по мере прочтения эти книги покупать, лучше уже сразу потратить все эти деньги, все эти книги купить и быть спокойной, чем потом искать, выискивать какие-то отдельные экземпляры. Так что вот мою коллекцию пополнили книги «Радость по утру» и «Фамильная честь Вустеров» в таком варианте. Я, кстати, вот в отличие от многих людей, люблю, когда у меня там какой-то цикл или какой-то автор в абсолютно разных изданиях, мне эта коллекция как-то кажется теплее, сразу создается впечатление, что человек ее кропотливо, долго собирал, выискивал разные какие-то издания, а вот эти вот вылизанные серии, вылизанные авторы, все в одной какой-то обложке, они вот не вызывают у меня той теплоты, поэтому мне абсолютно не принципиально, что у меня половина цикла в этом, половина в этом, и половина вот в этом новом. Хорошее очень издание, оно точно лучше, чем то зеленое, хорошего качества, но теперь другая какая-то проблема, я не знаю, почему такие заоблачные цены на эти книги, и вот серьезно, не вижу никакого оправдания этому всему. Здесь у меня «Дживс и феодальная верность», «Дживс готовит омлет», «На помощь дживс», «Держим удар дживс», и «Дживс и скользкий тип», «Тысяча благодарностей дживс», «Тетки не джентльмены». Так что, по-моему, мне остался всего лишь один сборник рассказов, но это для меня уже не сильно важно, я небольшой поклонник рассказов, точнее, я гораздо больший поклонник романов, чем рассказов, поэтому с ним я уже особо торопиться не буду, но теперь у меня есть практически весь вот цикл «Дживс и феодальная верность», и можно уже спокойно его читать. Следующий писатель, которого я купила себе на полке в феврале, и который уже давно, да, давною мною, следующий писатель, чьи книги я купила себе на полке в феврале, и который уже давно мною любим, это «Джером Клапка Джером». Я в январе, по-моему, прочла его автобиографию, и, понятное дело, не смогла ни купить что-нибудь себе Джерома на полку, и почему-то очень резко мне захотелось прочесть его рождественский рассказ, точнее, рождественскую повесть «Пирушка с привидениями», я вообще очень люблю рождественскую тематику в книгах, поэтому вот почему-то потянуло меня прочитать именно эту повесть. И я опять, в общем, скачила, упала, оказалась у своего стола, начала гуглить книжки Джерома, где есть эта повесть, и, в общем, к этой книге с повестью «Пирушка с привидениями» я купила еще две. Они просто уже все старые, уже практически исчезли все из продажи, их там уже по одной-две штуки осталось в каком-то стареньком интернет-магазине, в который уже никто не заходит, и я поняла, что, ну, можно бы его и купить, тем более цены очень низкие. Во-первых, я купила его «Артисты и поклонники» книгу, это из серии его автобиографии, только здесь, я так понимаю, он будет рассказывать конкретно о театре. Это была наименее интересовавшая меня тема в его автобиографии, но все-таки решила на всякий случай эту книгу купить, возможно, она мне понравится, атмосфера театра и бродячих артистов, актеров меня до сих пор очень привлекает после книги «Пристли, добрые друзья», там замечательно было показано это вот «Трупа бродячих артистов», так что, возможно, здесь будет такая же атмосфера, и, в общем, какие-то интересные, может, рассказы, случаи, моменты, что меня заинтересуют и влюбят в театр. Следующая книга, которую я не покупала, потому что думала, что это рассказы, которые меня не очень-то интересовали, это «Ангел, автор и другие. Беседы за чаем и наблюдения Генри». Оказалось, что это повести, что уже лучше, то есть для меня идет так, рассказ, повесть, роман по степени заинтересованности. Ну, Джером у меня уже читается-читается, и пришел момент, когда уже даже рассказы его меня начинают интересовать, потому что все меньше и меньше у меня осталось Джерома непрочитанного. И вот последний сборник, как раз в нем «Пирушка с привидениями. Почему мы не любим иностранцев?». Вот эта серия классики юмора, мне почему-то оказалось, что в нем одни афоризмы. Я как-то трогала, по-моему, Марка Твена в нем, там были его афоризмы, и еще кого-то там были афоризмы. Я на эту серию плюнула. Но нет, вот у Джерома здесь роман «Трое на четырех колесах». У меня он уже есть, но и много еще рассказов к этому всему. И вот эта вот «Пирушка с привидениями», которая привела к таким вот растратам, к пополнению моей коллекции «Джерома Клапки Джерома». В общем, два любимых писателя, которых я уже люблю очень давно, и, наверное, любовь к которым у меня не пропадет еще очень-очень долго, возможно, никогда не пропадет. Теперь у меня в запасе есть, пополненный, можно быть спокойным. И два новых писателя, которыми щедро одарил меня февраль. Первый из них, это вообще очень странная история, это Итала Кальвина. Я когда-то очень давно читала его самый знаменитый роман, «Если однажды зимней ночью путник», он мне не понравился. Я его даже не дочитала, я его благополучно кому-то продала. И, в общем, Итала Кальвина заклеймила для себя, как не моего писателя, писателя, с которым больше знакомиться я не хочу. Но не помню уже как, не помню, где я нашла, что меня привело к этой книге, но наткнулась я на книгу «Невидимые города». И вот что говорит уже о хорошей такой выработанной читательской интуиции, когда ты много читаешь, много посвящаешь этому всему времени, у тебя появляется уже такая читательская интуиция, когда ты можешь уже сразу понять, понравится тебе книга или нет. И даже вот в 80%, даже может больше, в 90% эта интуиция тебя не подводит. Что случилось у меня из Итала Кальвина? В принципе, можно было, глядя на мой неудачный опыт с этим писателем, скачать его себе в электронке, тем более, что «Невидимые города» очень тоненькое произведение, за день его прочитать и все. Но что-то внутри мне сказала Алиса, «Невидимые города тебе понравятся, станет твоей любимой книгой, ты будешь ее перечитывать, поэтому не поленись и поищи ее». И вот ценой длительных усилий и очень сложных поисков, там, не знаю, подертых коленок, растраченных денег, какой-то там малярии, борьбы с насекомыми комарами, тузенцами. Все-таки я нашла, нашла «Невидимые города» и купила себе библиотеку. И вот что говорит опять-таки о хорошей уже прокаченной читательской интуиции, что действительно все оказалось так. Эта книга мне очень понравилась, попала в «Любимые», и я ее буду перечитывать. Я вообще сейчас собиралась вместо покупок снимать вторую часть прочитанного, в которой бы рассказывала вот об этой книге. Но когда я села продумывать, что я о ней скажу, я поняла, что все-таки надо готовиться больше к этому видео, потому что хочется рассказать о ней максимально хорошо, по крайней мере, в моем понимании максимально хорошо, по моим стандартам. Ну, потому что о любимых книгах всегда хочется говорить как-то достойно. Поэтому «Невидимые города» привели меня к еще нескольким книгам. Я, во-первых, купила еще «Замок скрестившихся судеб». Эти книжки тоже очень старые, поэтому вот я не пожалела, не поленилась. Они все 2010 года. И все какие-то остатки из каких-то сайтов понаходила и купила, чтобы вот уже потом не пожалеть. Вот, «Замок скрестившихся судеб», по-моему, он еще, к сожалению, тоньше, чем «Невидимые города», в «Невидимых городах» с гигантским шрифтом, с кучей иллюстраций, 220 страниц. Ну вот, вы посмотрите, как она вообще, из чего она состоит. О, тут даже сплошной текст на двух страницах, такое редко бывает. Обычно вот иллюстрация, пробел, иллюстрация, пробел, иллюстрация, пробел. И еще при этом всем гигантский шрифт, который даже вот с большими-большими полями. То есть, ну, читать тут совсем нечего, к сожалению. Тут еще меньше страниц. Тут 180, это еще и с примечаниями. И тут тоже большие поля, на которых карты Таро. В общем, я так понимаю, герои будут рассказывать свою историю как-то там с помощью карт Таро, что-то интересное. Я вот когда нашла «Невидимые города», я нашла на Петровке у какого-то мужчины, мы с ним разговаривали, и вот о такой литературе. И он сказал, что вот «Замок в крестившихся судеб» ему понравился даже больше, чем «Невидимые города». Так что вот интересно, что там будет, посмотрим. Но мне кажется, больше, чем «Невидимые города», мне уже ничего не понравится. Третья книга в этой серии, которую я купила, это «Наши предки». Она уже к моей большой радости толстенькая, ну, потому что это трилогия, в ней 480 страниц. Я так вот пробежала отзывы глазами и очень заинтриговалась, потому что здесь будет, ну, одна из частей этой трилогии называется «Раздвоенный виконт». Это уже говорит о многом. Там будет о мужчине, которого распилила, я так понимаю, пополам, и вот две его половины живут отдельно друг от друга, что-то такое. Еще из отзывов, которые я успела так пробежать глазами, я вроде бы как поняла, что другая повесть будет посвящена какому-то барону, который забрался на дерево и не хочет оттуда слезать, что-то такое. В общем, что-то очень любопытное. Хорошая аннотация здесь. Книга, которая восхищается уже несколько поколений читателей. Невероятные приключения виконта, экзотические пристрастия барона и загадка рыцаря, а не просто изящные литературные игры великого Кальвина, но занимательные сказки о жизни, ее непредсказуемости и ее подлинных и мимых ценностях. О-о-о, обожаю. И последняя книга Кальвина, за которую мне, наверное, даже должно быть стыдно, мне и на самом деле немножечко стыдно, это такой мой прокол, это «Если однажды зимней ночью путник», оно вот в таком вот издании, оно вообще изначально было в суперобложке, суперобложка затерялась, так что досталось такое, оно 2000 года. Я эту книгу когда-то прочитала вот в этом издании и продала. Если бы я этого не сделала, у меня бы сейчас была вот такая вот серия Кальвина в одном издании, это было бы очень приятно, но, как опять же я говорила ранее, мне не принципиально, чтобы книжки были в одной серии. Вот это так будет у меня выделяться. Единственное оправдание, которое можно мне придумать, что здесь не только «Если однажды зимней ночью путник», здесь еще и... где здесь оглавление, здесь еще и повесть Паламар и новеллы «Под солнцем Ягуара». Так что вот полезная покупка, что-то новенькое еще. Сейчас, мне кажется, если я прочитаю «Если однажды зимней ночью путник», мне она понравится. Посмотрим, не подведет ли в этот раз меня моя читательская интуиция. Но из того, что я успела в прошлый раз почитать, перед тем, как продала эту книгу, вот сейчас уже переосмысливая все это, мне кажется, что мне понравится. Я такие вещи полюбила уже. Так что будем смотреть. Вот такая вот дивная стопка у меня писателей, всего лишь состоящая из четырех писателей, которыми одарил меня февраль. А, нет, подождите. Я же забыла четвертого писателя. Четвертый, последний писатель, которого я немножко закупила себе на полке. Это такое мое тоже открытие февраля. Спасибо большое февралю. Я вообще очень благодарна ему за Кальвина и вот за этого нового писателя. Это Джон Ирвинг. Я прочла его «Правила виноделов» по совету от подписчика и влюбилась в эту книгу. Когда мне эту книжку добавили в подборку, к совету приписали, что девушка, которая мне посоветовала, дописала, что влюбилась в книгу в авторов-героев. Вот я тоже. Я влюбилась в книгу, в авторов-героев, в то, как пишет Ирвинг, в то, какие миры он создает, то, какие судьбы он придумывает своим героям, то, как он все это описывает, то, как он это подает. Даже какие-то трагические события он может подать достаточно иронично. Чувствуется влияние Диккетса на самом деле. Я очень много только что наговорила про книгу, а мне еще о ней в прочитанном рассказывать, так что это надо, наверное, вырезать. В общем, ничего не буду говорить об этом романе, скажу, что я просто вот всецело и бесповоротно влюблена в него, влюблена в Джона Ирвинга. И, конечно же, я теперь хочу прочитать все, что написал этот человек. Вообще, я очень хотела продолжить знакомство с Джоном Ирвингом, с отеля Нью Гемшир. Мне его очень советует папа. Но, к сожалению, его давно не переиздавали. И вот отличная новость. Как раз недавно на днях я увидела, что Азбука планирует вот в этой же серии, в которой и другие романы Джона Ирвинга, переиздать аж целых два его романа в мае, июне, июле. Это отель Нью Гемшир, который я, конечно же, сразу же куплю. И, по-моему, какой-то поздний его роман, который многие не то чтобы ругают, но говорят, что раннее творчество Ирвинга гораздо лучше, чем позднее. Так что с ними, наверное, торопиться не буду. Так что я отправила к своему книжному дилеру и купила книжки, которые у книжного этого дилера по имени Аня были в наличии. А именно, «Молитва обоу и не мини» Джона Ирвинга тоже очень знаменитое произведение. Мне его тоже советовал папа. Говорит, что замечательная книжка. Я ему верю. И Ирвингу я уже верю. Так что в любом случае, что бы здесь ни было, оно будет замечательно. Я, если честно, уже бью себя по рукам, чтобы не схватить сразу же вслед за виноделами какую-то книжку Ирвинга. Но понимаю, что нужно делать перерыв. Его истории такие объемные, глобальные. Ими нужно насытие. И их нужно прожить. И им нужно дать время, чтобы они улеглись в тебе. Так что, наверное, уже дождусь тогда сразу и мая. И куплю «Отель Ньюгеймшир» и засяду его читать. И вот последняя, третья книга Ирвинга, которая появилась у меня в феврале, это «Сын цирка». Я так понимаю, это не настолько популярное произведение, как «Правила виноделов», «Молитва о Богу не менее», «Тот же мир глазами гарпа». Но меня привлекло то, что здесь будет что-то завязанное на цирке. Вообще, вот сейчас уже прочитав Ирвинга и понимая его талант, мне кажется, цирк – это как раз для него цирковая арена. Это просто такое непаханное поле для его воображения. Мне уже очень интересно, что же там такого Ирвинга придумает. Я очень надеюсь, что здесь с цирком будут какие-то связаны события. Так что тоже очень любопытно мне прочитать этот роман. Надеюсь, я дотерплю до мая и дождусь отель Ньюгемшир. Вот теперь такая у меня стопочка, состоящая всего лишь из четырех писателей, которая появилась у меня в феврале. Она очень опасно покачивается, поэтому лучше ее разбить. А теперь переходим к той части этих книжных покупок, к тем книгам, которые, в принципе, можно объединить с названием, все остальное. Во-первых, это Уильям Сараян. Я вообще думала купить его сборник вот как раз в этом издании, как у Ирвинга. Но почему-то потом передумала. Я у Сараяна читала давно уже «Мама, я люблю тебя». Не очень сильно мне понравилась. Такая прям, ну, слишком добренькая, слащавая история. Уже даже для меня, хотя я люблю добрые, слащавые истории, но чересчур даже для меня. И вот в отличие от «Кальвина», которому я отдала второй шанс, потому что чувствую, что он мне понравится, с Сараяном у меня все-таки не так. Поэтому я не рискнула покупать его в твердой обложке, в хорошем издании. Я его купила вот в «Азбуке классики», в мягких обложках. Если мне очень понравится, то заменю это издание. В чем проблема? Почему я вдруг решила почитать Сараяна? Потому что наткнулась на какой-то очень хороший отзыв. И проделав дальнейшее изыскание по творчеству этого автора, я начиталась отзывов, что этот автор как светлый, солнечный луч. Когда мне грустно, я всегда читаю Уильяма Сараяна. Сараян – это лучшая таблетка от депрессии. И так далее, и так далее. Я очень люблю добрые, светлые книги, поэтому все-таки соблазнилась и думаю, ну, попробую еще почитать Сараяна. И вот захотелось, конечно же, купить мне его главное произведение. Это человеческая комедия. Я даже особо не вдавалась, что здесь такое, что здесь за сюжет. Но не смогла остановиться и соблазнилась купить еще и приключения Весли Джексона, потому что меня уж слишком заинтриговала аннотация. Уильям Сараян проводит своего 20-летнего героя через разнообразные комические ситуации, надеясь помочь ему стать человеком, независимо от того, как сложатся обстоятельства. Человеком с большой буквы. Комичные приключения, комичные ситуации 20-летнего героя. Но тут Алису уже нельзя оттащить за уши от книги, она приклеилась к моим ладоням, поэтому мне ничего не оставалось, кроме как выложить деньги и уйти вместе с ней. Надеюсь, они действительно будут комичными, и мне эти книги понравятся, и Уильям Сараян возродится в моих глазах. И в следующих покупках я вам покажу еще 40 книг Сараяна, как и Кальвина, Ирвинга и остальных этих писателей. Далее Билл Брайсон, «Краткая история быта и частной жизни». Эту книгу я хотела купить с самого момента ее выхода, но она у меня попала в разряд тех, которые как-нибудь потом. Вот я всегда, когда ехала с намерением ее купить, находила что-то более интересное, и она у меня как-то отходила все время на второй план. И так вот продолжалось год, пока я в очередной раз не приехала на Петровку, поняла, что ничего интересного для себя я тут не нахожу, и поняла, что все, пришло время ее купить. И вот я ее наконец-то купила. Кстати, вот вместе с «Правилами виноделов» Ирвинга она у меня была в той же категории. Книга, которую я планировала почитать, но никак не доходили руки. И каждый раз, когда я пыталась ее купить, находила что-то поинтересней. Я уже эти две книги прочитала, и вот оказалось, что действительно хорошо, что у меня дошли до них руки. Обе эти книги замечательные. Вот если вам видно в Билли Брайсоне количество стикеров. Здесь он рассказывает про быт, про дом, как какие-то моменты в нашем доме появились. Например, вот в предисловии автор говорит, что он задумался над такими, казалось бы, неинтересными вещами, как почему на нашем столе стоит именно соль и перец, почему именно эти две приправы. Вот как вообще пришло все к тому, что именно они стали самыми популярными. И вот подобные какие-то такие мелочи автор захотел исследовать и понять историю всех этих вещей. И действительно, как вы видите, опять-таки по стикерам получилась история нашего дома и быта с множеством разных интересных фактов. Далее Джордж Оруэлл, его сборник эссе «Англия и англичане». Как-то с Оруэллом у меня очень странно получается. Главное его произведение меня не особо интересует. Вот «1984», «Скотный двор», другие какие-то художественные его произведения не сильно меня привлекают. А вот мне как-то почему-то интересно читать именно какие-то его такие незначительные для его творчества вещи. Вот всякие сборники эссе его или же «Фунт и лиха» в Париже и Лондоне тоже не самое знаменитое произведение в его творчестве. Но мне кажется, так вот потихоньку-потихоньку я и прочитаю всего Оруэлла, сама того особо-то и не желая. В этом сборнике разные абсолютные эссе, начиная от «Лир, Толстой и Шут», «Социализм и английский гений», эссе о Чарльзе Диккенсе, «Новые открытия Европы», рецензии на разные книжки его. Я люблю эссе, я уже очень часто это говорила, люблю эссе разных писателей. Как-то мне кажется, во-первых, когда ты читаешь эссе, у тебя гораздо больше дополняется портрет самого автора, тебе более понятны его вкусы, его пристрастия, какие-то убеждения. А во-вторых, в этих эссе просто можно найти много всего интересного для себя. Поэтому я, когда выходит какой-то сборник хорошего писателя, сборник эссе, я не прохожу обычно мимо. Далее, книжка, которую я не планировала в принципе покупать, это «Джон Бёрджер. Портреты». Она посвящена искусству, теме искусства. У меня уже достаточно много книг по искусству, которые мне нужно прочитать, а потом уже докупать себе новые какие-то экземпляры. Но мне стало уже очень любопытно. Во-первых, Джон Бёрджер – это искусствовед, который получил Букеровскую премию за свой художественный роман, что, вероятно, говорит о таланте писателя и его разностороннем каком-то развитии. А во-вторых, здесь всего лишь, ну, не всего лишь, но здесь 450 страниц. И когда я увидела количество эссе, мне стало, ну, прям очень любопытно, здесь их 74. 74 эссе на 450 страницах – это очень сильно, мне кажется. Здесь каждому какому-то портрету какого-то художника отведено ну, страницы 3-4. И все это идет в хронологической последовательности. Первое эссе посвящено наскальным рисункам в пещере около 30 тысяч лет до нашей эры. А последнее какому-то современному художнику, честно говоря, не знаю, кто это, Ранда-Мадда. И вот, во-первых, стало любопытно, сможет ли писатель, если сможет, то каким образом понять это в таких вот маленьких-маленьких эссе на 3-4 страницы изобразить действительно портрет, достойный портрет художника, яркий портрет художника. сможет ли автор показать опять-таки с помощью этих эссе развитие искусства и как вот куда оно шло, как оно развивалось. И что еще мне было интересно, что-то еще мне было интересно. Ну и вообще эти 74 эссе представляют каждый по отдельности для меня интерес, просто потому, что я люблю открывать интересных личностей, интересных художников, а здесь их прямо аж 74, если судить по количеству эссе. Правда, вот наскальные рисунки сложно назвать художником, но тем не менее. Около 70 художников, я думаю, здесь есть. 70 интересных личностей, 70 портретов. Я такое очень люблю, очень интересно, поэтому все-таки не удержалась и купила. Далее купила Сару Уотерс «Тонкая работа». Купила я эту книгу в угоду молодой мне, молодой Алисе, которая когда-то прочитала тонкую работу в электронке и оббивала пороги всех книжных магазинов в поисках этого бумажного варианта, чтобы купить себе в коллекцию, перечитывать, но все-таки не нашла и как-то вот расстроилась, подзабила и теперь наконец-то вышло переиздание этой замечательной книги. Я не собираюсь в ближайшем будущем прямо ее перечитывать, мне хотя бы надо другие произведения Сару Уотерс прочитать, но подумала, что я так сильно мечтала купить эту книгу, так сильно мечтала ее найти, значит, все-таки она нужна мне была и я ее решила купить и буду вот перечитывать в будущем, тем более есть много людей, которым бы я эту книгу с удовольствием посоветовала, вот теперь у меня есть возможность дать им ее почитать. Следующее мое такое не то чтобы покупка, не приобретение, не находка, подарок самой себе, абсолютно неожиданный, это Миларат Павич «Внутренняя сторона ветра». Вот тут без штрих-кода буду показывать. Я эту книгу когда-то очень давно купила своей подруге в подарок, но пока я сподобилась ей отправить эту книгу, она уже нашла издание, которое собирает, вот это амфоровское, и эту книжку, получается, я оставила себе. Это было очень приятной неожиданностью, я сидела ночью, когда узнала, что у нее, оказывается, есть уже внутренняя сторона ветра в амфоровском моем любимом издании, поэтому я побежала к своему сундуку с подарками, в котором у меня хранятся все подарки, которые мне нужно отправить. Очень стыдно, но надо этим заняться все это поотправлять. Отрыла там Павича, который был еще очень красиво запечатан, так вот, в крафтовую бумагу. Я сняла ленточку с этой книги, развернула ее и действительно вот подарила, получается, Павича сама себе. Фишка этого романа Павича в том, что здесь, я так понимаю, история любви, вот здесь написано роман о герое или Андре, рассказанное вот здесь от лица, от женского лица, от женской половины этой пары, а здесь, я так понимаю, те же события, только от лица мужчины, поэтому книжка вот такой вот перевертыш, там обложка и там обложка и даже внутри она вот перевертыш, здесь, если вам видно текст с вниз головой, а здесь вот нормальный обычный текст. Павича люблю, поэтому этому подарку, я была, неожиданному подарку была очень рада. Очередная новинка, Арчибальд Кронин, памятник крестоносцу, тут даже нечего добавлять, Кронина люблю, поэтому покупаю по мере выхода, опять же, недавно увидела, что Азбука планирует выпускать новую его книгу, я не помню, там или тоже где-то там ближе к лету, поэтому вот вы ее у меня уже тоже точно увидите в покупках, когда она выйдет. И последняя книга, это моя большая благодарность издательству АСТ, это Ева Иббатсон, агентство Фантом в каждый дом. Ева Иббатсон была одним из моих любимых писателей в детстве, я зачитывалась ее романами, и сейчас маленькая Алиса во мне ликует и радуется, потому что АСТ начала переиздавать ее романы, хоть и в таком, конечно, плохом качестве, в таком не очень красивом, мне кажется, издании, но хоть как-то этому я очень рада. Сейчас уже, когда я читаю Еву Ибатсон, я понимаю, что далеко не каждому, можно сказать, правильному родителю у Евы Ибатсон понравится, и далеко не каждый правильный родитель захочет дать эту книгу своим детям, потому что в ее книгах достаточно такой вот жестокости, если, допустим, она рассказывает о злодеях и о каких-то его злодейских поступках, она не будет сглаживать эти поступки, она будет рассказывать о них вот прямо как и есть, там, что он заморил голодом своего племянника, потом этого племянника от него нашли только одни кости в комнате, то есть она достаточно так вот, не сглаживая углы, рассказывает о всяких моментах каких-то там жестокости и всего остального, но при этом все с таким прекраснейшим английским юмором, здесь очень много замечательных персонажей, разные привидения, конечные ситуации, я обожала Еву Иббатсон, и в принципе это уже классик английской литературы, вот для всех таких правильных родителей, которые сразу откидывают Еву Ибатсон и не дадут читать ее своим детям, приведу в пример себя, я зачитывалась в детстве ее романами и вроде бы выросла достаточно неплохим, как мне кажется, человеком, по крайней мере людей не убиваю, главных каких-то законов не нарушаю, так что вся эта жестокость, она меня даже в детстве скорее больше веселила, чем пугала и расстраивала, очень хороший юмор у нее в книгах, очень люблю ее истории, поэтому благодарна очень издательству ОСТ, которые выпускают потихоньку ей выебаться, надеюсь, они на этом не остановятся. Мне кажется, февраль с лихвой окупил недостающие ему эти три дня в году, тем, что я сейчас вот вам сидела три дня, рассказывала об этих книгах, февраль украл полуапреля третьих дня. Все, на этом мои покупки февральские закончились, я надеюсь, вам понравилось это видео, пишите все, что вы думаете обо всех этих книгах, спасибо большое за просмотр, пока!